12.06 в Кирове. В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Продолжается программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Нетопорная работа. В Кирове прошел третий лесной форум. Вот тема нашего сегодняшнего эфира. Мы, как обычно, работаем два часа. В первом части у нас был Алексей Шургин, министр лесного хозяйства Кировской области. И я должна поблагодарить наших слушателей за то, что они активное участие такое приняли в нашем эфире и звонили по телефону 211-101. Но сейчас надо сказать, что звонки в студию бесполезны, потому что прямо в студии сейчас нет гостя. Николай Юферев, генеральный директор компании «Хольцхаус», находится в пути из Лузы в Киров и где-то в районе Орлова должен сейчас остановиться и выйти с нами на связь. Мы просим нашего редактора Анну Лапшину связаться с ним, потому что нам очень важно разобрать пример вот этого большого инвестпроекта, который подходит к своему завершению. Инвестпроекта по компании «Хольцхаус». Тем более, что у компании «Хольцхаус» есть очень много важных, интересных новостей. Которые мы пока не обсуждали. Которые мы пока не обсуждали. И я вот вижу, что уже Николай Леонидович с нами на связи. Николай, добрый день. Светлана, здравствуйте. Светлана и Олег Прохоренко здесь в студии. Олег, здравствуйте тоже. Да, добрый день, Николай. Приятно слышать. Жаль, жаль вот не успел. Бегом-бегом, но дорога вот свое делает. Ну, будем надеяться, что связь будет хорошей, потому что спросить есть о чем и желание большое. В целом, начнем, коль скоро мы форум обсуждаем, тут уже часы с министром проговорили. Ваша оценка, насколько он эффективен был с вашей точки зрения для вас, какие вы цели от участия в форуме перед собой ставили? Ну, вообще, этот форум, мне кажется, это форум действий уже. То есть, это не просто площадка, где-то что-то собрались, о чем-то поговорили и все разошлись. Это та площадка, где реально принимаются решения. Вот у нас это так. С точки зрения деревянного домостроения у нас это так. Потому что в прошлом году, вы помните, если на театральной площади просто макеты стояли там. Ну как, был целый домик фракт. Сейчас их вовсю строят уже и, в общем-то, это уже в серию пошли эти проекты. То есть, вы знаете, что в этом году был сдан фельдшерско-акушерский пункт в селе Папулово Лужского района. Сейчас начинается строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Зайцево Котельнического района. И еще параллельно, я думаю, что в течение месяца-полутора месяцев мы приступим к строительству фельдшерско-акушерского пункта в селе Елгань. А как вы формируете пакет этих заказов? То есть, программа по фельдшерско-акушерским пунктам, она, в общем-то, уже работает. Пакет заказов как формируете? Хотя в прошлом году мы только пока макеты еще показывали. Да, Николай, вопрос. Также, что касается физкультурно-оздоровительного комплекса, в прошлом году был показан просто проект. И я немножко тайну приоткрою. Я думаю, что где-то ближе к осени мы уже начинаем строительство этого физкультурно-оздоровительного комплекса в Лузе. То, что жители Лузы уже давно хотели, в общем-то, мы планируем этот проект уже реализовывать. Я, кстати, был восхищен. Видео с Катка, который в Лузе, ну, то есть, судя по видео, это вообще не Луза, а где-то там, как минимум, Киров. То есть, было очень здорово, если появится еще и спортивно-оздоровительный комплекс, но это вообще вам респект. Да, вот вопрос был такой, Николай. Олег его задавал. Как формируется пакет заказов на вот эти социальные объекты, построенные из дерева? Мы сейчас говорим и про ФАП, и про ФОК. Ну, сейчас пока мы строим их за счет собственных средств. То есть, в рамках реализации соглашений с правительством Кировской области о социально-экономическом сотрудничестве. То есть, это некие наши социальные обязательства, которые мы, как инвестор, несем. То есть, вот оба ФАПа, которые сейчас, один, который построен, и к которому буквально на этой неделе приступают, они строятся за счет собственных средств. ФАП, который в теле Елгань, он уже будет строиться за счет бюджетных средств. Это первый опыт построить будет его за счет бюджетных денег. С точки зрения физкультурно-оздоровительного комплекса, он будет строиться за счет собственных средств. Опять-таки же, вот что касаемо школы, то это, конечно же, будут бюджетные средства. Вот мы перешли, мы хотели наоборот построить эфир, но перешли раз уже к школе, то давайте мы об этом будем говорить. Потому что, на самом деле, за год практически прорывной такой процесс пошел, потому что, действительно, от макета практически, да, от первого домика на театральной площади мы переходим к строительству реальных объектов в реальных населенных пунктах. Прежде чем о школе поговорим, мне хотелось бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями о том, как жители этих населенных пунктов относятся к возникновению вот таких вот ФАПов и, возможно, скоро уже ФОКов. Как они их воспринимают? Насколько они их принимают и активно используют? Ну, очень позитивно они их воспринимают. Потому что, когда мы открывали ФОК в Папулово, то есть там, ну, сошлись все жители, но очень же много пожилых людей, и они очень радостно это восприняли, открытие этого ФАПа. И глава сельского поселения даже сказал, Слушайте, ну, это настолько крутая штука, что у меня здесь не медицинское учреждение, но этот, у меня центр Досуковый, что мне бабушки просто будут сюда приходить и поболтать, и посидеть вот в этой зоне, которую, ну, я имею в виду эту зону, стеклянную, стеклянную входную группу, бабушки просто туда будут приходить, просто посидеть и поболтать между собой. Ну, в общем-то, это так и получилось, когда, ну, здесь Александровичем Курдюмовым там открывать, там, в общем-то, в момент, ну, вот эта зона наполнилась людьми, бабушками разными, которые благодарили за это все дело. Ну, сейчас, в общем-то, этот сельско-окушевский пункт, он уже работает и принимает посетителей, и это здорово, мне вот лично было это очень приятно. А опорный пункт полиции, как это было в макете, там тоже присутствует, или это пока история там второго плана? Ну, там просто получается так, что там очень много различных бюрократических процессов с точки зрения опорных пунктов полиции, которые, в общем-то, сейчас пока препятствуют реализации этой программы. Ну, может, это и ничего, что, в принципе-то, у нас хватает задач. Да, я считаю, что если мы даже на этапе строительства учреждений для здравоохранения, образования и спорта, при успехе, мы тоже неплохо будет. Смотрите, мы сейчас говорим о том, что мы начали с небольших таких объектов. Первый ФАП по площади сколько составлял? 67 квадратных метров. А, 75 квадратных метров. 75 квадратных метров. То ФОК, который вы планируете построить в Лузе, это уже какая территория, какой объем? Это, по-моему, 1200 квадратных метров. Это уже 1200 квадратных метров. Ну, и о школах, о которой вы уже упомянули, и тут уже власти говорили... Это школа в Посегово, да, насколько я понимаю? Да, в нашей студии, что планируется построить в Посегово. Это какая площадь? Это 3500 квадратных метров. То есть увеличивается площадь объектов, построенных из дерева. Что позволяет нам сейчас конструировать и строить такие объекты в России? Ну, сложный вопрос такой, потому что все-таки те нормы, которые существуют, они хоть сейчас и начали меняться постепенно, они все-таки еще такие, древние. И очень много препятствий на пути конструирования и строительства таких объектов. В частности, Светлана, вот мы с вами ездили в Скову финскую. Так нам финны, наконец-таки, выдали видео, и, наконец-таки, мы сможем фильм сейчас нас домонтировать. Не хуже, чем про каток в Лузе. Мы вот ездили в финскую школу, и мы видели, что там все стены прямо, они прямо из клееного бруса. То есть чистое дерево, без каких-либо утеплителей, без каких-то дополнительных каркасов, какой-то химии. Чистое дерево, чистый клееный брус. В общем-то, понятный материал, который все три наших завода производят массово, и в индивидуальной жилищной строительстве мы их применяем постоянно. А вот в соответствии с действующими нормами, которые сейчас в России существуют, при всем моем желании, чтобы стены были такие же, как вот в Финляндии, вот на этой школе в Пасеково, это невозможно. И поэтому нам приходится тут немножко быть более хитрыми, что ли. То есть мы, например, вот эти стены внутри сделали полностью, и приходится к ним дополнительный каркас сшить, закладывать дополнительное утепление, чтобы по российским нормам это проходило. Хотя по финским нормам это абсолютно нормально, и вы помните, где мы были, город Путисьяр, это достаточно северное место, там 200-300 километров до Полярного круга остается. То есть там морозы, в общем-то, они такие же, как у нас, климат такой же, и местность, в общем-то, очень даже похожа, когда мы ехали, мы видели. Да, и там школа на 10 тысяч квадратов. Да, там школа 10 тысяч квадратных метров. Да, совершенно верно. Давайте мы немного расскажем про вот эту модель школы в Посягово, которую планируется построить, потому что в нее заложено много смыслов. Не только дерево, которое, понятно, нам с точки зрения экологии и здоровья решает очень серьезные задачи, но решает такие объекты и большие социальные задачи в целом на населенный пункт, в котором он строится. То есть это не чисто школа, это такой культурно-спортивный центр, получается. Да, что закладывается туда, какие смыслы? Ну, вы абсолютно правы, то есть это не просто школа, это настоящий спортивно-культурный центр, я бы сказал, для всего города. В принципе, задачи под нее ставятся не только образовательные, но еще культурно-досуговые и спортивные. То есть суть в том, что здание как школа используется только в первую смену. А во вторую смену, то есть туда спокойно приходят взрослые, они используют это здание как кинотеатр, они используют его как спортивно-оздоровительный комплекс, где можно заниматься спортом, посмотреть кино, где можно провести какое-то собрание, где можно даже концерт какой-то устроить. Любое абсолютное мероприятие в рамках жизни города или поселка, где эта школа стоит, его можно в нем проводить. В общем-то, что мы видели в Финляндии. Когда мы в Финляндии были, мы тоже там увидели, что, в общем-то, школа, это не как школа, это целый центр культурно-досуговый. Там они даже рок-концерты проводят, они там какие-то, день города там проводят. У них очень большой функционал у этого здания. Николай, у меня вот такое... Это очень здорово, вот эту концепцию, в общем-то, мы применили и здесь. Поэтому, ну вот, если посмотреть проект школы, то она как разделена на много-много корпусов с теплыми переходами. Соответственно, даже параллельно учебному процессу, там можно проводить какие-то мероприятия. Ну, просто там есть соответствующие перегородки, которые закрывают доступ к тому или иному модулю, что позволяет его сделать остановным от основного учреждения. То есть, например, когда дети учатся, спокойно там можно в физкультурно-оздоровительном комплексе какое-то соревнование спортивное провести. И это не будет мешать процессу обучения детей, потому что у физкультурно-оздоровительного комплекса у него своя входная группа, у него свой переход. И это все очень удачно обыгрывается, трансформируется. Но, как мы видели в Финляндии, все то же самое присутствует на этом проекте. Николай, у меня большие подозрения, ощущения, что и здесь тоже есть какие-то законодательные, нормативные противоречия, потому что в России все-таки считается, что образовательные учреждения с точки зрения безопасности должно быть исключительно образовательным учреждением, без всякого доступа во вторую смену взрослых, без проведения каких-то досуговых мероприятий. С Министерством образования нет таких противоречий на сегодняшний день? То есть, действительно, если эта школа будет построена, то будет доступ уже всему населению данного села? Нет, доступ к населению всего села будет. Никаких противоречий здесь нет. Ну, и, в общем-то, то, что сейчас проектировано, это, соответственно, идет... Мы проектируем все в сотрудничестве с Министерством образования. У нас есть куратор Стяжки Сергей Владимирович. Очень классный человек, очень нам нравится работать. Реально человек тоже всей душой болеет за это дело. И мы это все по нормам прорабатываем. Единственное, что мы хотели еще лучше сделать, но вот еще лучше не получать. Это как вот мы со Светланой в Финляндии видели, когда вот вообще спортзал, столовая, входная группа, это все вообще единое целое становится. Вот так вот по российским нормам вообще нельзя. Хотя очень классная задумка. В Финляндии это нереально классное такое пространство получается. И мы когда вот проходили на экскурсии, там постоянно дети находились, они постоянно там что-то творили, они там постоянно какие-то проекты организовали. Это такое пространство, где постоянно находятся дети, постоянно где находятся люди, и они там вот чем-то занимаются. А у нас же как в школах, там в помещении столовой, они там пришли на пять минут, пообедали и ушли. Да, кстати... Да, кстати, очень интересно. Сейчас мы, может быть, об этом не будем говорить, но как перспектива вот в этой школе в Пуды-Сиярове, кроме того, что есть помещения, которые можно использовать для населения, там ведь большая фабрика кухни практически, то есть которая работает не просто как кухня для столовой школы, а которая обеспечивает питанием все социальные объекты в этом городе. И детские сады, и дом престарелых, и больницу. Ну, это так и есть. Если мы, конечно, сейчас будем говорить о том, на начинке этой школы, если есть отдельная тема, там даже летная школа у них есть. Даже летная школа. Да, Николай, мы должны... У нас остается до перерыва восемь минут. Мы должны еще вот о чем с вами поговорить. Продолжим просто говорить про нормы уже с вашим коллегой, с Олегом Понятковым, генеральным директором Ассоциации деревянного домостроения после перерыва. А сейчас мы хотели бы вернуться в Хольцхаус, потому что 13 июня состоялось открытие Лузского комбината. Это говорит нам о том, что практически инвестиционный проект, один из приоритетных инвестиционных проектов в нашем регионе, практически подходит к завершению, да? Ну да, он, в принципе, по сути, он уже завершен. Сейчас осталось документально это оформить все. То есть на сегодняшний момент там 250 человек трудоустроено. До конца года будет 300 человек уже работать. Инвестиции в объеме 820 миллионов рублей полностью выполнены. Все мощности созданы. Лесозаготовка, лесопиление, вывозка, дорожостроительный участок, сортировка сухих пиломатериалов, клееный брус, все эти участки построены. В общем-то, завод, по сути, да, готов. Завод, по сути, готов. Насколько он сейчас вот на выходе загружен? Насколько мощности завода загружены? И есть ли перспектива их до загрузки? Ну, пока что объемы клееного бруса производства в одну смену, они загружены. Ну, вот в 4 смены мы видим, что надо работать над этим. А завод способен в 4 смены работать и выпускать продукт? Да, ну, да, да. Но лесопиление сейчас работает в 3 смены. А кто эти... Мы сейчас пока выпускаем пиломатериалы. Да, вы сказали, что у вас 250 сотрудников будет, 300, это все люди, это местное население, привлеченные сотрудники, откуда специалистов берете? Это местное, это местное население. Это местное население. И еще о чем хотелось бы сказать, спросить, это ваши покупатели на данный момент. Вот пока тема социальными объектами еще только в разработке, поскольку, я насколько понимаю, документация проходит в утверждение в Минстрое Российской Федерации. Кто сейчас основные ваши покупатели? Где вы строите? Куда продаете свой продукт? Ну, с точки зрения клеонного бруса в Лузе пока мы не так много делаем, потому что завод только-только запустился. Это пиломатериалы. С точки зрения там городского котельнича. В основном это внутрирынок. И немного экспорта. Это Европа, Китай, Южная Корея, Турция. И у вас была еще перспектива выхода на Японию. Она остается? Ну, вот Япония тоже тяжелый традиционный рынок. Сейчас мы пока поставляем пиломатериалы туда. Наращиваем сотрудничество по пиломатериалам, но и параллельно ведем с ними разговор про клееную балку. Там просто на Японию нужен отдельный сертификат, JASC называется. Мы с Светлана были свидетелями о наших переговорах. Мы активно с ними на эту тему разговариваем, чтобы уже не доски продавать, а готовые изделия, клееный брус. Вообще сейчас концепция, УЗА-то достаточно много пиломатериалов продает. И продает по всему миру. И у нас сейчас задача в течение 19-20 года максимально уйти от пиломатериала в сторону клееного бруса, в сторону продукции глубокой переработки тревестины. По Вашим ощущениям, для того, чтобы появилась вот эта школа и для того, чтобы согласовали проект типовой уже в Минстроя, сколько еще необходимо времени и какую роль в этих процессах играет правительство Кировской области? Ну, скажем так, правительство Кировской области основной драйвер всех этих процессов. Если бы правительство Кировской области не задалось бы такой цели, наверное, сейчас бы ничего не было бы. И тут, на самом деле, моя благодарность губернатору Кировской области Игорь Владимирович Васильеву, то, что он, в общем-то, за этот проект болеет и двигает его. Если бы, на самом деле, не он, ничего бы не получилось бы. Мы недавно выступали в Совете Федерации с презентацией этого проекта. И там просто, конечно, все были, как сказать, в шоке, в хорошем смысле этого слова. Они не ожидали, что вообще такое возможно. Потому что в других субъектах это все буксует очень сильно. А у нас это, в общем-то, идет. И такими хорошими шагами нас за это дело похвалили. А что касается сроков вероятных, там, пессимистичные, оптимистичные? Где-то экспертиза еще три месяца займет. Обязательная экспертиза со всеми там процедурами еще где-то три месяца. Но надо сказать, что губернатор подтверждает все-таки уже официально, что школа будет построена, поскольку на прошлой неделе он выступал с посланием перед депутатами Заксобрания Кировской области и говорил, что до конца июля правительство определится с местом уже. Хотя они тут сказали уже неоднократно в нашем эфире, что это будет посегово. Но как бы вот официально так заявлено. Но заявление следует рассматривать так, что точно будет этот объект. И действительно мы видим, что параллельно двигается еще история с изменением политики Министерства просвещения, в том числе, например, потому что они говорят, что необходимо сохранять школы в малых населенных пунктах. А для малых населенных пунктов вот история с проектами модульной школы, когда ты можешь от самой маленькой до самой большой построить, наверное, самое подходящее. Ну, это вы правы, Светлана. Еще одним плюсом вот этой школы является модульность. То есть вот, кстати, сейчас с инициативой Дмитрия Александровича Курдюмову хочет, что все-таки разделить сейчас ее еще отдельно на модули. И каждый модуль, чтобы прошел отдельную госэкспертизу, чтобы это был как конструктор лего. Чтобы можно было в зависимости от задач набирать разные модули и из них конструировать ту школу, которую тебе нужно. То есть, например, тебе не нужен физкультурно-роздоровительный комплекс. Ты как модуль его просто убрал и все. Вместо него, например, поставил модуль с бассейном. Он, действительно, сама концепция предусматривает вот эту модульность. И в зависимости от этих модулей можно и наполнение этой школы регулировать, какое количество учащихся там будет учиться. И, в общем-то, все вспомогательные вот эти корпуса можно тоже определять. Нужен физкультурно-оздоровительный комплекс? Не нужен. Там нужен кинотеатр? Не нужен. То есть, в зависимости от этих можно конструировать разные виды школы. Николай Леонидович, до перерыва, наверное, на последний вопрос. Вот после всех публичных выступлений в Совете Федерации, на других площадках, после презентации проекта, есть ли еще регионы, которые заинтересованы и ждут, когда же будет проект согласован? Да, есть регионы, которые заинтересованы, которые ждут. Все ждут госэкспертизу. И у нас не только по школе, у нас сейчас, например, в Свердловской области ждут культурно-оздоровительный комплекс, например. Но это был не последний вопрос, потому что мы тоже ждем, видео мы ждем из финской школы, и видео с открытием вашего комбината. Вот прислали, все, сейчас начинаем. Мы думали, что они не пришлют, просто не казалось, что они нас раскрутили, что мы у них спионили. Полтора месяца ждали видеосъемку из финской школы, но там будут также и кадры, и моменты из проекта школы, который будет построен в посеге, потому что тогда в интернете, на ютубе можно будет воочию посмотреть и понять, как это все работает. Спасибо вам большое за комментарии. Николай Юферев, генеральный директор компании Хольцхаус, был с нами на связи. Мы прощаемся с ним и уходим на перерыв и через полторы минуты после рекламы будем связываться с Олегом Понитковым, генеральным директором Ассоциации деревянного домостроения. Партнер программы Разворот на бизнес Кировский завод Сельмаш. Продолжается программа Разворот на бизнес. Нет опорная работа. В Кирове прошел третий лесной форум, и мы разбираемся и в тонкостях форума, и в тонкостях работы лесного хозяйства Кировской области. И в том, как реализуются инвестиционные, приоритетные проекты, и в частности проект по домостроению компании Хольцхаус. Сейчас очень интересно, может быть, с не очень хорошей связью, потому что был на связи с телефона Николай Юферев, когда из Орлова с нами общался, рассказывал про школу, которая в перспективе должна появиться в поселке Посегово. Первая, наверное, такая модульная деревянная школа в России, не то что в Кировской области. В России вообще первая по всем технологиям деревянного домостроения, и первая по концепции, вот такое, о которой нам рассказал Николай, концепция, которая была взята с передового опыта. Афинские школы все-таки это мировой передовой опыт. Вот школа в Пудысьярове, о которой я еще, если останется время, немножко расскажу. Туда за последние три года, с момента ее постройки, она три года функционирует, съездило уже 10 тысяч человек, разных гостей со всего света. Есть у нас связь, насколько я вижу, Олег Понятков должен быть с вами на связи. Олег, добрый день. Добрый день. Добрый день. Олег, поправьте меня, если не право, правильно ли я ставлю ударение в вашей фамилии? Все-таки Понятков или Понятков? Понятков, все верно. Все, я правильно говорю. Отлично, очень хорошо. Олег Понятков, генеральный директор ассоциации деревянного домостроения, и мы не случайно подключили его по телефону, потому что сейчас разговаривали о тех, не буду называть проблемах, но, по крайней мере, задачах, которые стоят перед Хольцхаусом для того, чтобы защитить в госглавэкспертизе проект первого модульного социального объекта школы. И вот как идет этот процесс, насколько ассоциация деревянного домостроения заинтересована и помогает в прохождении этого проекта. Насколько вам сам проект импонирует? Поделитесь, пожалуйста. Ну, проект более чем интересный, потому что... Алло. Потому что у него большая социальная роль, на наш взгляд. Например, в Австрии, во Франции практически все школы строятся с применением деревянных конструкций, не только исходя из экономических показателей, показателей устойчивого развития, потому что дерево не трамит СО2-материал, но доказано различными исследованиями, что показатели успеваемости в деревянных интерьерах, в деревянных школах выше у детей, чем, скажем, в обычных школах. Так вот почему Финляндия лидирует по образованию среднему в Европе. Простите? Финляндия просто несколько лет уже лидирует по качеству среднего образования. Наверное, есть секрет в этом тоже? В деревянном? В том числе, да, конечно. Ну, там, в Финляндии там несколько факторов. Там деревянные, собственно говоря, конструкции самих школ и плюс микроклимат, естественное освещение, естественная лентиляция. И здесь, собственно, в школе Хольцхаус вот эти последние передовые опыты, на наш взгляд, полностью учтены, конечно. Тиражирование этого опыта, оно имеет большую социальную такую задачу. Да, Олег Игоревич, вот какая история. Мы как-то с вами уже беседовали в нашем эфире по деревянному домостроению и говорили о том, что российское законодательство не дает возможности развиваться вообще, в принципе, производству, в том числе, клееного бруса в должном объеме и деревянного домостроения. Что за последний год произошло в законодательстве и как вы думаете, вот опыт Хольцхауса с их деревянными социальными объектами, он подталкивает правительство к тому, чтобы нормы все-таки менялись? Ну, безусловно, подталкивает. И в этом направлении, например, одно из последних заседаний правительства, которое было в феврале, там один из пунктов касается приоритетного применения деревянных конструкций при государственном контракте. И в том числе в приоритетном проекте развития жилищного строительства жилье и городская среда, там несколько пунктов связаны в том числе с разработкой нормативной базы по развитию деревянного домостроения. И два нормативных документа, они в ближайшее время будут приняты. Один как раз по административным общественным зданиям, и второй по квартирным домам. Когда вы говорите про ближайшее время, это о какой перспективе мы говорим? Ну, я думаю, что вот прямо июль-август, по идее. Ну, это такой прям прорывной момент. По-моему, таких перспектив радужных не встретили. Не планировали раньше. Думали, что... Ну, почему это? Вообще работа над ними около года идет. Я говорил даже на прошлом эфире об этом. Но вот, к сожалению, у нас не предсказуемо ничего в стране. А сейчас вроде бы они очень близки к выходу, эти документы. Что дадут эти документы? Каким изменениям могут привести? Ну, честно говоря, кардинально они не приведут изменениям, но просто те... Если раньше при проектировании архитекторам необходимо было штудировать там всю нормативную базу, чтобы по крупицам собирать требования именно к деревянным конструкциям, то сейчас, по сути, в этих двух документах будут сконцентрированы все действующие требования. Следующий уже шаг их оптимизации, но это пока впереди. У меня все-таки складывается ощущение, что здесь не только нормативная база и какие-то законодательные вещи должны измениться, должна измениться и психология как людей, что касается домостроения, так и госслужащих, которые за это отвечают в образовании, в медицине, чтобы изменить видение, отношение, мировоззрение о том, что деревянные конструкции не менее, во-первых, прочные, во-вторых, более здоровые для будущего поколений. Ну, поправьте, если я не прав. Отчасти вы правы, отчасти нет. Ну, еще раз, есть действительно такое мнение в правительстве на уровне председателя правительства в нескольких документах подтверждалось о приоритетном развитии деревянного настроения. То есть, условно, парадигма чиновников она сдвинулась уже. А сейчас скорее задача стоит у архитекторов увлечься идеей проектирования строения деревянных конструкций, потому что, к сожалению, базовые учебные курсы в университетах, они мало внимания дереву уделяют. И мы, собственно, сейчас в этом направлении очень активно работаем в информировании о возможностях технологии индустриального деревянного домостроения именно архитектурной среды. Активно участвуем в выставках, в других мероприятиях, готовим пособия по проектированию и утвердили сортамент по деревянным конструкциям. Не буду сейчас подробно объяснять, что это такое, если уж специалисты, они поймут, что это очень значимый шаг. Есть ли университеты, архитектурные институты, которые, вот можно привести прямо в пример, и они подхватили это как знамя? Ну, есть, например, в ГАСУ школа, в СПБ ГАСУ школа, в Кирмском университете вот мы курс лекции читали совместно с Кольцхаус, в, соответственно, в Нижнем Новгороде сильная достаточно школа, в Московской архитектурной школе плотно, скажем, деревянным домостроением занимается, мы сейчас, например, курс повышения квалификации совместно с Центральным Новосельским Институтом Строительных Конструкций запускаем, то есть, движение пошло, и более того, последняя выставка АрхМосква, вот которая в Москве такая глобальная выставка архитекторов прошла, там практически две трети, наверное, стендов было с применением деревянных конструкций. Ничего себе. Говоря об архитекторе года, Татане Кузимбаеве, который, собственно, один из ключевых таких архитекторов, проектирующих с применением дерева. Олег Игоревич, а если мы делаем акцент на деревянное домостроение, вообще на деревянное строительство деревянных материалов, мы идем и копируем какой-то опыт западный, или у нас есть все-таки уже своя школа и свой подход к архитектурным каким-то решениям, к конструкционным решениям, к материалам в том числе? Ну, есть очень сильная школа Цинистка, Центральный Нашсельский институт строительных конструкций, который, честно говоря, в начале прошлого века, по сути, основоположником клееных конструкций, особенно больше пролетных стали. И, например, пролеты стадиона Енисей, которые около 90 метров, сейчас запроектирован в Иркутске и строится стадион хоккей с мячом. Он пролет имеет 110 метров с применением деревянных и ионных конструкций. Для примера, например, в Европе они более 50 метров не проектируют, потому что не имеют компетенции. Но, с другой стороны, конечно, есть примеры архитектурные в Европе с применением деревянных конструкций, которым стоит получиться. Но им есть чем у нас получиться. чем у нас получиться. Да, спасибо вам большое за комментарии. Благодарим вас и прощаемся. Олег Понятков, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения, был с нами на связи. действительно, и, кстати говоря, даже наш Кировский урбанистический форум свою лепту в это вносит, потому что на прошедшем форуме в 2018 году у нас были архитекторы, в частности, Илья Залилухин, который говорил о том, что деревянное домостроение необходимо применять в городе, причем в центре, в качестве уплотняющей застройки. Недавно он выложил пост у себя в Фейсбуке, я его сейчас вижу, что в Токио в 2041 году будет построен деревянный небоскреб с садами, как доминданта на самом деле. Но вот правда, когда ты помнишь, у нас были первые эфиры по деревянному домостроению, говорили в основном о проблемах. Их было очень много и казалось тогда со стороны, что они прям неразрешимые. Но сейчас вот при действительно поддержке мощной и правительства области и на уровне федеральном, и то, что Совет Федерации к этому прислушался, и то, что две трети на выставке архитектурной в Москве это уже деревянное домостроение, это показатели. Я услышал очень интересную вещь. У нас же Родина давно мечтает о крытом стадионе, а в Иркутске все-таки раньше, ну это наши конкуренты по лиге высшей по хоккею с мячом, они уже строят. Хотя у нас такие возможности тоже есть. Дай бог, чтобы у нас такой у Родины тоже стадион появился. Но я бы хотела вернуться, у нас остается полтора минуты до конца эфиры, я все-таки хотела бы вернуться к вот этой связке, которая была озвучена со всех сторон. Хорошо, что не нами, а экспертами было озвучено, что взаимодействие правительства Кировской области и производителей, и специалистов, вот со всех сторон как-то происходит такое сращивание, и получается результат. Потому что, вот смотри, те же ФАПы, ФОКи и школы, они двигают в Кировской области развитие производства, переработки, с одной стороны. С другой стороны, решают социальные проблемы в малых населенных пунктах, хотя я очень им завидую. Формируют налогооблагаемую базу и рабочие места. Формируют налогооблагаемую базу и рабочие места, но не надо забывать, вот нам говорил сейчас и Олег Понятков, и я подтверждаю эти слова про здоровье и про показатели успеваемости, нам говорил директор школы в Пудысьярвы, что за три года заболеваемость простудными заболеваниями, дыхательных путей снизилась на 50%. А три года как раз этой школе? Три года как раз этой школе. До этого они занимались в школе каменной? Да, потом они проанализировали все эти каменные школы и поняли, что там есть грибок, плесень, и они разрушаются. Срок службы этой школы 150 лет, которая построена, это первая. И за три года в Пудысьярвы. Пудысьярвы это такой муниципалитет, который сравним по населению с Лузой. Тоже 10 тысяч человек примерно. Они построили детский сад деревянный, дом престарелых деревянных, и сейчас находится в процессе строительства больницы из дерева. Решая демографическую проблему и проблему здоровья населения, что очень важно. А тут еще у них, смотри, показатели по успеваемости. Мне кажется, есть еще о чем говорить. И может быть, когда решение будет принято, когда госглавэкспертизу пройдет проект, мы снова соберемся и снова будем говорить уже предметно. Ближе к осени. Я думаю, сентябрь будет идеальное время. Дай бог, что пройдет экспертиза и место будет определено для того, чтобы собраться здесь вместе с правительством. Действительно. И Игорь Владимирович Васильев, он сильный такой двигатель этой идеи. И Дмитрий Александрович Курдемов, и застройщики. И поговорить уже подробно. И может быть, фильм тогда уже будет снят и будет в доступе. К сожалению, радиослушатели мы его не покажем. На сайте АХО Москвы можно будет посмотреть. Или отправим на YouTube канал, на котором он будет выложен. Спасибо большое всем нашим слушателям. И я благодарю и Олега Прохоренко, и себя, за этот замечательный разворот на бизнес. Мы подводили итоги лесного форума, говорили о развитии лесной отрасли. Прощаемся с вами. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова